Добрый вечер! В эфире программа «Горячая линия» С вами я, ее ведущий Андрей Острев Как всегда по средам мы говорим, общаемся с муниципальной властью О тех проблемах, которые волнуют наш город, горожан И вы будете видеть на экранах телевизора номер телефона Звоните в студию, задавайте свои вопросы Сегодня у нас в гостях заместитель городского головы Юрий Степанец Добрый вечер, Юрий Добрый вечер Вы такой человек, который занимается теми отраслями, которые волнуют практически всех Единственное, что к вам дороги не относятся А все остальное, в принципе, все такие актуальные вещи Давайте вот начнем с чего Продолжается демонтаж вот этих так называемых позвонишек Или мафов, малых артиллерийных форм Мы с вами разговаривали несколько месяцев назад Вы говорили о том, что это системная какая-то работа И вроде сейчас появились какие-то данные о том, что часть какую-то оставляет Проясните, что вообще происходит с мафами Где они еще должны стоять, где они уже не должны стоять И как вообще ведется эта работа Работа ведется планомерно Возможно, даже не в том объеме, как бы я и хотел Вы понимаете, что так получилось действительно Что на сегодняшний день в городе нет нормальной комплексной схемы Размещение каких привыкли называть мафы Но на самом деле это не мафы Мафы это у нас колонны, это мурны, скамейки Это темчасовые споруды Правильно, они называются так Темчасовые торговые споруды Летом депутаты приняли на сессии решение Что изготовить такую комплексную схему И по данной комплексной схеме Должны быть в городе размещены эти временные торговые сооружения К сожалению, процесс трудоемки очень большой Долгий, насколько я знаю Управление архитектуры занимается этим вопросом сейчас Разбили город на шесть зон Первая зона это центральная наша магистраль И так далее, заканчивая окраинами города Шестая зона И по этим зонам будут делать комплексную схему Расположения этих временных торговых сооружений В данный момент на отработке находки первая зона Это наша центральная магистраль Было принято решение также на депутатских комиссиях Что пока нет этой комплексной схемы Те, кто стоял с документами Которые мне продлевали потом эти документы Временно на год, на один год Продлить договора аренды Либо это договора сервитутов Пользования земельными участками Дабы не страдал бюджет И поступали соответствующие платежи в бюджет Все остальные темчасовые споруды Подлежат демонтажу То есть на сегодняшний день происходит планомерный демонтаж Тех временных сооружений торговых На которых не было никогда документов Это первое А какой приблизительно процент это составляет? Ну, я вам скажу, что давно не делали обход этих сооружений Их не считали Но последние данные, которые у меня есть Их было порядка 2,5 тысяч этих временных сооружений Из них порядка около тысячи стояло вообще без документов И они сейчас демонтируются? В основном демонтируются эти сооружения Плюс мы же прекрасно видим в городе Постоянно как грибы растут новые Их демонтируешь, на их месте расставишь что-то новое То есть приходится по несколько раз демонтировать не те же объекты Вот я вам приведу пример Одну из позвоняшек Вернее, не именно этот киоск А именно на одном и том же месте Четыре раза демонтировали позвоняшку Ее сносят, появляется на следующий день другая Ее сносят, появляется другая Это, к сожалению, такой бесконечный процесс Когда уже закончатся позвоняшки эти запасные У наших недобросовестных некоторых предпринимателей Страхплощадки заполнены Мы сейчас будем заполнять уже и территорию депо номер 2 Трамвайного, которая сейчас пустует То есть процесс идет И, конечно, болезненный очень процесс для многих И долгие процессы же Хорошо, давайте, у нас есть первый звоночек Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас Добрый вечер У меня одна единственная просьба Скажите, пожалуйста, вы сможете хоть когда-нибудь решить проблему С Матвеевским транспортом Это очень-очень сильная просьба Спасибо вам большое за звоночек Да, мы сегодня как раз на эту тему и хотели Планировали поговорить Но вот сам зритель видел По транспорту Особенно Очень много у нас жалоб и нареканий От горожан наших Со стороны Матвеевки и Широкая Балка Я сегодня с 5 утра на ногах Как раз находился в Матвеевке С начальником управления транспорта И знаете, или перевозчики чувствуют Или их предупреждают, что я буду выезжать Я сегодня приехал действительно на парад маршрутов Так скажем Когда я еду, никого не предупреждают Там одна-две машины стоят на конечной Сегодня я приехал, удивился, стояло 12 машин на конечной Жители, конечно, возмущены Таким положением Что происходит на самом деле у нас в Матвеевке Вы знаете, что с уходом больших автобусов Надо было срочно принимать какое-то решение Чтобы заполнить нишу К сожалению, тогда на наши уговоры Согласилась только одна фирма-перевозчик Это частное предприятие ПИК Выставить свои машины Причем машины не привлеченные У нас есть машины, которые принадлежат предприятию И привлеченные Там, где частные предприниматели по договорам Работают на этих маршрутах ПИК выставил свои машины Потому что предприниматели не хотят идти на это направление Мы провели конкурс По желаниям жителей Матвеевки Провели конкурс заполнительно еще на 54 маршрут И на 48 Зашел новый перевозчик Гаджиев У нас были надежды, что что-то наладится Будет в лучшую сторону К сожалению, 24 маршрут у нас выдавил 54 На 54 маршруте ни один водитель больше 3 дней не работает Едет пустой сортировки практически И говорит, что в убыток себе никто работать не хочет Пока там будут ежедневно дежурить сотрудники управления транспорта Раз диспетчер не справляется с теми обязанностями На которые их возложили Будут дежурить наши сотрудники Пока мы не решим этот вопрос Опять мы запланировали Мы уже проводили одно совещание между этими перевозчиками Решили, что мы сделаем, скорее всего, расписание Не будет у нас интервала движения Каждые 10-15 минут будет именно расписание Чтобы один маршрут не перебивал другой Чтобы каждый из перевозчиков мог комфортно себя чувствовать на этом маршруте Хотя бы Поэтому попробуем ввести это внедрительное расписание Единственный сейчас вопрос Как же его набрать водителей Которые сбежали просто-напросто с этих маршрутов Вопрос на контроле Мы знаем, что это злободневный вопрос Проносим свои извинения, что мы очень долго решаем этот вопрос Возможно, это решится вопрос И в следующем году мы сейчас активно работаем с Европейским банком реконструкции и развития По получению кредита Там остался нам собрать небольшой пакет документов Им отправить на рассмотрение Они предварительно подтвердили, что готовы с нами сотрудничать В отделении кредита на покупку больших автобусов И прежде всего, как я уже говорил неоднократно На эти большие автобусы мы планируем бросить Именно на такие районы, как Матвеевка Там Кульбакина, Широкая Балка, Терновка Но, естественно, наш корабельный район Который, к сожалению, тоже находится в удалении И людям очень неудобно делать по две пересадки Хочу также добавить Для жителей корабельного района К сожалению, не для матвеевских жителей Заявился к нам перевозчик Бывший тоже Евротрансский сервис Который ушел с Матвеевки Там появился другой директор Другой хозяин, так скажем Выкупили эти автобусы Но на ходу из 26 автобусов Которые были приобретены Только 4 И мы им дадим возможность Все-таки эти 4 автобуса Мы пустим именно на это дальнее направление Корабельный район на мы Мы уже вывесили Проект решения с полкома По данному маршруту 83 маршрут Корабельный район на мы Который будет длинный Будут большие автобусы Чтоб граждане могли без пересадок Но пока, к сожалению, только 4 автобуса У нас есть Спасибо У нас есть следующий звонок Спасибо, что дождались Добрый вечер Слушаем вас Добрый вечер Вас беспокоят жители центрального района От имени вас Успокоят Николай Александр Петрович У нас есть такой славный киоск По улице 2-й экипажной И угол 3-й военной Предприниматели Соловьёвы Который стоит На пешеходном переходе Плюс Вылаживают все товары На тротуар Людям негде перейти И это же больница Люди идут всякие И инвалиды И на колясках И на костылях Вы нам дали ответ Узвяжку Соловьёвы Соловьёвы Которые стоят Действительно так кричащие Как вы только что назвали На пешеходных перекрёстках Им продлеваться не будет Сервитут Я вам сразу скажу Раз мы так ответили Что не будет продлён Значит он не будет продлён Единственное Что я возьму на контроль Скорее всего Есть уже Возможно Подготовленное решение Комиссии по демонтажу Надо просто проконтролировать Чтобы оно было исполнено Чтобы было демонтировано Это сооружение Но ещё раз хочу Всем зрителям сказать Те объекты Которые стоят На перекрёстках На пешеходных переходах Никому продлеваться Не будет Никакой сервитут Никакая аренда Они будут демонтированы Спасибо Ну что ж Продолжим тогда Я так понимаю У нас сейчас будет ещё один звонок Но мы дождёмся И пока ещё Коротенько Опять же О транспорте Насколько я помню Была целенаправленная программа По отслеживанию Транспортных потоков Что с ней сейчас происходит Что вы имеете в виду Ну Мэра у нас неоднократно в эфире Не то что неоднократно Имейте в виду GPS трекеры Абсолютно верно Хорошо Что по этой программе Значит Я не знаю Многие ли жители Наши горожане Пользуются этой программой Но она действительно существует И в мобильном приложении И на сайте Горсовета Любой может зайти Посмотреть Как передвигается Общественный транспорт На сегодняшний день Пока это только Трамвай и троллейбусы А также коммунальный транспорт Они полностью все у нас Укомплектованы GPS трекерами И каждый может Затем на эту программу Посмотреть Где находится Какой трамвай и троллейбус Номер маршрута Где находится Мусоровоз Где находится Снегоуборочная техника Это с одной стороны И контроль За работой водителей На линии С нашей стороны И с другой стороны Это как бы Помощь для горожан Чтобы там долго Они стояли на сноуках Не мерзли И могли зайти И посмотреть Когда подъедет Их транспорт Общественный Я имею в виду Электротранспорт наш Также дополнительно У нас Есть К сожалению На сегодняшний день Это очень мало Конечно Девять троллейбусов Оборудованных Пандусами Для инвалидов Отдельно Эти троллейбусы Высвечиваются Там с крестиком Красным То есть Инвалид тоже Может Видеть Прекрасно Где находится Троллейбус И примерно Понимать Когда он Подъедет На эту остановку Что касается Нашего Массового транспорта Маршрутных такси Которых у нас Город переполнен Считает Хотя люди Некоторые считают Что их мало Недостаточно Значит На сегодняшний день Перевозчиками Уже приобретаются Эти же Пс-трекеры У нас по договору Они должны В течение года Были их установить Еще год не прошел Но По настоятельной Просьбе городского головы Он попросил Чтобы это все Состоялось До нового года Сегодня на комиссии Депутатской По вопросам транспорта Они предоставили Эти трекеры Которые они приобретают Они готовы В течение недели Презентовать программу Единственное Надо будет Утрясти Некоторые технические Проблемы То есть нам Необходимо Чтобы эта программа Обязательно Состыковывалась Нашей городской Единой системой Чтобы каждый Горожанин Мог зайти в эту систему Посмотреть не только Троллейбус Троллейбус-транвай Где находится маршрутка Сколько маршруток На этом маршруте Сегодня ездит Во сколько Там она вышла Есть жалобы Положено По договору Шести утра До десяти вечера Ездить Есть жалобы Что вышел на маршрут В семь утра Эта программа Также позволяет Сохранять эти данные Будем видеть Прекрасно Во сколько Выходит на маршрут На какой маршрут Эти маршрутки То есть Программа Эта Будет установлена В любом случае Мы Наставим На этом Перед переводчиками Что условия договора Должны быть выполнены В течение года Должны быть установлены Эти трекеры И должна программа Это заработать Полностью На весь общественный транспорт Который передвигается В городе Николаеве Спасибо У нас есть следующий звоночек Добрый вечер В эфире Слушаем вас Добрый вечер У меня вот такой вопрос К вам Мы проживаем Вдали Из Кароходова У нас Сегодня Тут Машина Чуть не сбила Женщину Стоят Столбы Переход Но Зебры Вот этой Нет Везут детей На колясках В реабилитационный Центр Дети В школу ходят Сегодня С водителем Который Затормозил Машины Так ездят Мы ходим За хлебом Этот бар Магазин Девятка Останавливается Здесь Маршрутка Невозможно Перейти Потому что Нет этой Зебры Прокомментируйте Спасибо Спасибо большое Я единственное Хочу Одну секундочку Все таки Вопросы дорог Это Не совсем Профиль Юрия Борисовича Вместе с тем Вместе с тем Я все равно Отвечу на этот вопрос Безопасность движения Это тоже Немножко Мой профиль Сейчас Наносится Разметка Хочу сказать Что у нас В городе Одно Специализированное Предприятие СМЭП Который Занимается Знаками И разметкой У нас Ну и Ограждениями Различными Потому Естественно Конечно Невозможно За Короткий промежуток Времени Нанести Разметку Но Ваш вопрос В любом случае Записан Я подниму Обязательно Перед Первым замом Городского ГДЖ Валентин Васильевич По поводу того Чтобы СМЭП Обязательно Отработал этот участок И нанес там Разметку Да Кстати Хочется Себя заметить На Пушкинском Кольце Достаточно Часто хожу Вот этот Холодный Пластик Который Сейчас Кладут В принципе Очень здорово И видно его Хорошо И Собственно Говоря Приятно Видеть Выполненное Обещание Возвращаемся Опять же К транспорту Среди Прочего Насколько Я помню Несколько Месяцев назад Совместно С общественными Организациями В том числе Денис Борошковский И Еще Ребята Инициативная Группа Они Тогда Евгений Матичук Они Скажем Так Ну Тогда Был разговор О том Чтобы Внести Скажем Изменения В типовой Договор С перевозчиками На тему Вот этих Вот Количество Мест В транспорте И Насколько Я помню Там было Такое Ограничение Больше 18 Не менее 18 Не менее 18 Да Но Сейчас Как Мы можем Видеть На улицах Продолжать Ездить Маршрут Меньше Гораздо Меньше Места Ну Пусть Негораздо Но Это требование Не выполняется Это С чем-то Связано Или Это Какая-то В чем Задержка Сейчас Связано С Элементарным Отсутствие Подвижного Состава Там У перевозчиков Хотя Понятно Что Когда мы Проводили Конкурс Они Прекрасно Видели Условия Конкурса Они Выставились На этот Конкурс Но К сожалению Не соблюдают В полном Том Объеме Договора Который Между нами Подписан Убрать Короткие Машины В принципе Это Недолгое Дело И пытались Мы Эту Работу Проводить Тут же Масса Предпринимателей Которые Работают На этих Машинах Начали Приходить Жалобами Что Вы Нас Оставляете Без хлеба На что Мы Будем Кормить Семью Новую Машину Мы Купить Не В С отсутствием Конкуренции Как таковой У нас В городе Одни и те же Перевозчики Новых перевозчиков К сожалению Не заявляются На наши Конкурсы Которые Могли бы Зайти с Нормальным Транспортом И участвовать В этом Конкурсе У нас Новый Перевозчик Один единственный Появился Гаджеев И тот Не выдержав Конкуренции Ушел С 54 Маршрута Но мы В любом Случше Будем Работать Над этим Вопросом Попробуем Все таки Восстановить Этот маршрут И восстановить Для жителей Матвеевки Удобное Сообщение С городом Хорошо Тогда Может быть Я прошу прощения Одну секунду Сейчас Еще такой Сразу же Попутный вопрос Может быть Какие-то Стоит Более широкий Что ли Конкурс Объявить Для иногородних Перевозчиков Конкурс Объявляется Для всех Не только Для Николаевских Возможно Просто Об этом Надо больше Рассказать Это Можно В принципе Есть агенция Развития Она Может быть Как нибудь В перспективе Возможно Да Надо было Шире Восвететь По всей Украине Но Я хочу Сказать По Самому Конкурсу Перед Конкурсом У нас Появился Один Иногородний Перевозчик С Киева Посмотрев На наши Расценки Перевозок Хотя У нас Они вроде Бы не сильно Низкие Не самые Низкие По Украине Но ниже Чем Киеве Посмотрев На то Что Приносит Каждая Маршрутка Он решил Что лучше Будет работать В Киеве Потому что Там Маршрутка Приносит Полтора Раза Больше Прибыли Чем У нас Что У нас Есть еще Один Звоночек Добрый Вечер В эфире Слушаем Вас Добрый Вечер Добрый Я Очень Часто Пользуюсь Маршрутом Номер 76 И Это Проблемный Маршрут Там Он Конечно Может Быть Нерентабельный Но Ранее Он Был Очень Хороший И Люди Всегда В Жавневом Ну На бездная Дорога И Этот Маршрут Часто Бывает Сейчас Уже Не переполненный А пустой Невыгодно Водителям На этом Маршруте Ездить Поэтому Интервал Движения Очень Длинный Как Улучшить Работу Такого Маршрута Как Сделать Так Чтобы И Водители Были Заинтересованы В маршруте И Чтобы Пассажиры Тоже Были Заинтересованы Дело В том Что 17 Маршрут Был Создан После 76 И Он Ходил По Улице Менделеева Как Только Он Стал Ходить До Таврии Сразу Стал Постепенно Затихать 76 Маршрут И Дошло До Того Что Маршрут 17 В 10 Раз Больше А 76 2 3 4 5 И Фирма Пик Чуть Чуть Латает Эти Дыры Старается Сделать Но Ничего Не Получается И Скажите Пожалуйста 17 Маршрут Конечная Востановка Менделеева Туда Вниз Таврия Узаконено Это Спасибо Я Либо Либо Немного Объема Таврия Чуть Что касается Объездной Дороги Я Промыл За 83 Маршрут Это Большие Автобусы Будут Большой Вместимости Евротранс Техсиероса Которые Вы Видели На Улицах Города Мы Как раз Планируем Их Пустить По Объездной Дороге Чтобы Было Удобно Горожанам Потому Что Тоже По Объездной Дороге У нас Было Масса Нареканий Что Очень Плохо Ходят Маршрут Естественно Тебе Автобусы Будут Ходить По Расписанию А не Так Как С Интервалом Движения Каким То И Люди Уже По крайней Мере Будут Знать В какое Время Должен Автобус Подъехать Чтобы Зря Не Стоять На Улице На Морозе Либо Подождем Выйти К тому Времени Когда Будет Автобус Подходить У нас Есть Телефонный Звоночек Давайте Мы Ответим А я Свой Вопрос Прибегаю На Окончание Программы Добрый Вечер В эфире Слушаем Вас Добрый Вечер Юрий Борисович У нас Что Сейчас В последнее Время Часто Практикуется Выключение Светофоров И Протокол Наричие Полицейских Ну Можно Как-то Урегулировать Чтобы Стоял Регулировщик Вот Там На Пушкинской Было Несколько Серьезных Таких Проблем Ну Спорт Школа Надежда Сейчас Выключают Очень часто Светофор С какой Целью Непонятно Ну И Вот Сейчас Соревнования Будут Разметки Нет Зебру Убегают И Светофор Не работает Поэтому Машины Летят Кто Как Хотят Надо Как-то Связаться Вам Уже Скооперироваться С Гайдаржи Ну Как-то Навести В свое Время Мы Кстати По Вопросу Движения Я говорил Сенкевичем Выделить Желтую Полосу По Проспекту Здесь Вот Как Выделили На Большой Морской Дело В том Что Маршрутчики Не дают И Троллейбус Просто Пролазит Между маршрутами Где-то Встать Где-то Как-то В цивилизованных Городах Эта Желтая Полоса Работает И Она Запретом Является Возьмите До уваги Будь Ласка Спасибо Большое Спасибо За вопрос Начну С последнего Желтой Полосы Это Это Мое Большое Желание По Магистралям Города Действительно Отделить Полосу Для движения Общественного Транспорта От остальных Полос Это Решило Не только Вопрос Тем Что Действительно Там Маршрутки Не дают Ездить Троллейбусом Это Плюс Решило Вопрос Парковок Автомобилей В неположенном Месте Вы знаете Что У нас К сожалению Не все Граждане Владеют Культурой Вождения Часто Кидают Машины В карманах На остановках Где Общественный Транспорт Не может Подъехать Плюс Вы помните Прекрасно Те снежные Коллапсы Когда Техника Выходит На дороге Чистить Центральные Магистрали Где ходит Общественный Транспорт Люди Бросают Машины И в итоге Получается Так Что Именно Эту полосу Где проходят Наши Троллейбусы В основном Не можем Почистить Поэтому Желание Такое Есть Задача Стоит Перед управлением Транспорта По этой Желтой Полосе В чем Проблема Проблема В том Что К сожалению У нас В городе До сих пор Нет Паспортов Дорог И Паспорта Дорог Надо Изготавливать Потому что Все Нанесения Размет Установка Знаков Оно Должно Согласовываться Обязательно С отделом Примитивной Деятельности Это Бывшие ГАИ Так Скажем Естественно Для этого Надо Паспорт Будем вести Я надеюсь Что Может На следующий год Все таки Нам удастся Выделить Эту желтую полосу Выделить Именно Эту полосу Для движения Общественного транспорта Что касается Разметки Возле Школы Надежды Еще раз Спасибо За вопросы Вопросы Записываются Все Я передам Обязательно Валентину Васильевичу Что касается Работы Регулировщиков Тоже Я считаю Что это Не проблема Я Завтра Встречусь С начальником Управления Патрульной Скорее всего Подготовим От мэрии Письмо На наше управление Патрульной полиции Чтобы Там где Действительно Отключаются Светофоры По каким-либо Причинам Либо это Ремонтная работа Либо отключение света Чтобы обязательно Выставляли Патрули Выставляли Вернее Регулировщиков Регулировщиков Что ж Наша программа К сожалению Подошла к концу Я так понимаю Мы могли бы Еще до утра Разговаривать О наших О тех проблемах Спасибо Спасибо нашим зрителям За то что были С нами Спасибо Юрий Борисович За то что пришли Я напоминаю Нашим зрителям Что каждую среду В 19.30 Мы встречаемся С вами В этой студии И общаемся На тех проблемах Точнее Которые волнуют Наш город Об этом нам Рассказывает Муниципальная власть О том что нового Смотрите нас До следующей среды До свидания До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин